Добрый день, мои дорогие! Сегодня хочу поделиться с вами тем, как у меня прошел сегодня первый урок с моими детками Movers, потому что всегда это достаточно волнительно. Знаете, у нас вообще, вы знаете, вот такая вышла сессия непонятная. Мы должны были сдавать сессию 25 апреля, потом из-за карантина все переносилось, переносилось. В итоге лета мы с родителями решили не продолжать. Я просто высылала им тест один раз в неделю, и они, к меру возможностей, как бы его делали онлайн, чтобы просто не потерять этот навык. И вот, наконец-то, на прошлых выходных у нас состоялась наша кембриджская сессия. Таким образом, мы всего один месяц задержались от новой программы, которую мы делали. Ребята у меня, в принципе, достаточно сильные были на уровне Movers. Большинство из них сдавало со мной уровни starters. И я сегодня очень постаралась сделать для них особый урок. Первый для того, чтобы показать им, куда мы идем дальше, чтобы их мотивировать на дальнейшее обучение. Начала я занятие с того, что я дала им предложение. Как вы видите, его написал детенок. The tree is tall. Вот такое предложение. Попросила его написать на доске. The tree is tall. И потом я спросила ребяток. Is this sentence short or long? They said short. Can you make it longer? Yes. И они начали потихонечку, каждый добавлял слово. И в итоге у нас было вот такое большое длинное предложение. Я им сказала, ребята, вот о чем ваш новый уровень. У вас есть база. The tree is tall. И на нее вы уже нанизываете новые красивые expressions. And your language will be very nice like this. То есть вот такое первое мотивационное задание у меня было, чтобы показать им, у вас есть база. И это самое главное. И это было самое сложное сделать. А теперь мы просто украшаем это все, увеличиваем, насаживаем на эту базу. И все будет вот так вот, вот так вот и вот так вот. Дети меня очень поняли, очень отозвались. И это было круто. Вторым заданием у меня было students' book quiz. Я уже неоднократно писала в своей группе об этом задании. И считаю это очень важным. Если кто-то еще его не делает, пожалуйста, со мной, вот послушайте внимательно и откликнитесь на мое вот это вот задание. Я выдала, вернее не так, как бы, да, я им выдала бумажку со students' book quiz. И я сказала, before you had class book, now you have students' book. And this is students' book quiz. There are seven questions. I want you to read the questions. Если есть что-то непонятное в вопросах, спросите меня. Они посмотрели, спросили, что такое irregular, спросили, что такое grammar reference. Я им там немножко пояснила. И все, я говорю, now go. Они такие, students' book? Я говорю, yes. У нас нет students' book. Я говорю, yes, that's right. У вас нет students' book. Побежала быстро, принесла им, выдала. And I give them ten minutes to work in peers or in mini-groups. Они искали ответы на мои вопросы. И выглядело это вот таким вот образом. Кто-то распределил, как бы, да, между собой вопросы. Кто-то просто искал. Конечно, моя цель была следующая. Не просто, чтобы они ответили на эти вопросы, а для того, чтобы они познакомились с этим учебником. Учебник мы выбрали prepare. Я уже не первый год работаю по нему. И мне очень нравилось первое издание. Когда я получила второе, мне оно понравилось еще больше. То есть, ребята, пытаясь найти ответы на вопросы. Моя же цель была очень-очень простая. Мне хотелось, чтобы они полюбили этот учебник. Он такой яркий, он такой классный. Чтобы они его рассмотрели очень внимательно. Поэтому у меня были вот следующие вопросы. Например, on what pages can you see a smartphone? Они выписали там, я не знаю, больше 10 страниц, на которых есть смартфон. В итоге они сделали вывод, что это очень современный учебник. Дальше. Where is the irregular verbs list? Нашли. Страница 158. Я говорю, теперь посмотрите на него. Есть ли у вас там незнакомые слова? Они говорят, не, мы все эти уже irregular verbs знаем. Потому что, я говорю, конечно, вы сдали экзамен, movers, вы же все это знаете. Дальше. Where are some ill people in the book? То есть, они нашли, где у нас тема illnesses, соответственно. Нашли это. What is grammar reference? Мы раньше работали по учебнику Family and Friends. Поэтому, когда у нас в Prepa есть же отдельные грамматические странички дополнительные, я им сказала, вот у вас раньше был grammar book, а теперь не будет grammar book, теперь будут grammar references. И это будет в самом students book. In what unit you will learn emojis? Они, когда увидели, тоже обрадовались, потому что мы знаем, что emoji это язык, новый язык, как бы, наших детей. How do you write your internet blog? У нас есть и такие, как бы, life skills в Prepa. Они нашли это, они были очень рады, что они напишут свой интернет-блог. И reflection такой, последний вопрос, да. Do you like your new students book? Сказали все однозначно yes. When I ask why, они сказали it's real life. То есть, вот так они сказали, it's real life, как бы. Очень понравилось им. Is it difficult? Они сказали, so, so. Вот. И what units do you think are the most interesting? Кто-то сказал technology, кто-то сказал animals. Ну, разные, как бы, были варианты, но в целом учебник здорово был. То есть, зашел учебник, они не хотели с ним расставаться вообще. То есть, они так его листали. Я говорю, видишь, это от Кембриджского университета, там все такое. Они, ну, безумно просто, это была вау-реакция, как бы, на учебник. И вот со всеми подростками я делаю students book quiz, да. Естественно, я составляю вопросы в зависимости от students book. И в завершении своего занятия я дала им вот это, не задание, а на доске я написала вот эту вот нашу шкалу квалификации кембриджские, да. И я им сказала, что вот учителя и кто вот хорошо знает уровень, да, они имеют профессиональный уровень, как бы B2, это очень хороший уровень, все такое. А вы сейчас где? Показала им учебник, там написано А2. Вы сейчас на А2. Какой экзамен сдавали неделю назад? А1. А до этого Pre-A1. Получается, что у вас уже два уровня позади. И что? И два уровня впереди. То есть, вы уже не начало, вы уже не малявки, вы уже вот здесь на золотой серединочке. У вас есть база, на которую мы настраиваем вот это, вот это все, да, как the lawn, the trees lawn. И тем не менее, у вас еще два уровня впереди. Поэтому вот здесь вот мы с вами на золотой серединочке, вперед, вперед и только вперед. Дети откликнулись очень на эту мою мотивашку такую. И дальше уже урок с другими преподавателями пошел прям ух, ух, как хорошо. Я захотела поделиться с вами своими эмоциями и с тем, что как бы нам надо разговаривать с детьми, да, нам надо пояснять им, где мы, что мы. Тогда они больше будут ценить нас, нашу работу и будут мотивированы на то, чтобы идти дальше. Так что успехов вам, мои хорошие. И до новых связей.